Марина Сергеевна Это один из самых известных рекламных роликов в нашей стране 20 лет назад. С подборки подобных шедевров начался пресс-показ проекта «Ночь пожирателей рекламы», который пройдет в Воронеже с 31 октября на 1 ноября. Более 30 лет назад коллекционер рекламных роликов Жан-Мари Бурсико решил показать часть своего наследия широкой публике. Так и зародился необычный культурный и образовательный проект. Название «Ночь пожирателей рекламы» – это уже перевод с французского. Коллекция Бурсико постоянно пополняется, в том числе российскими и адаптированными роликами. Желательная резинка «Love is» для всех влюбленных. Так, да, ну на этом пока пауза. Спасибо. Вот, кстати, я сейчас вместе с вами посмотрел. И вот спросил, что на самом деле классная была реклама 20 лет назад. Создавимся. Хотя мы, конечно, тогда от нее стонали. Еще, знаете, я вот сейчас посмотрел и видел, что больше половины компаний, которые здесь сейчас рекламированы, они уже не существуют. И поэтому, когда меня спрашивали, как решать вопросы с правами, как вы показываете ролики, я говорю, я никак не решаю. Потому что компаний нет, никто претензий не предъявляет. Ну, кстати, насчет прав мы еще можем отдельно публиковать, как хотите. Но дело в том, что вот это, конечно, самые яркие образцы российской рекламы тех времен. При этом последний ролик, который вот такую реакцию у вас вызвал, жевать не из Николаев, но здесь есть небольшая хитрость, он не российский. Это просто адаптированный ролик для нашего телеканала. Поэтому это не совсем российская реклама. Но надо сказать, что в те годы это было не просто вот такое активное жизнь российской рекламы. Это было засилие вот таких вот адаптированных роликов. Ночь пожирателей рекламы – это уникальное событие шоу-бизнеса. Оно дважды занесено в Книгу рекордов Гиннеса, как самое продолжительное и самое массовое действие, связанное с рекламой. В России проект курирует Даниил Костинский, который специально приехал в Воронеж на предварительный показ. И у нас, как информационных партнеров проекта, была возможность пообщаться с ним. Каждый год программу показа формирует Жан-Мари Бурсюко. Он это делает на основе тех роликов, которые ему ежегодно присылают. Ему присылают около 30 тысяч рекламных роликов ежегодно. И плюс, конечно, к этому добавляет он то, что есть в его хранилище, в синематеке Жанна-Мари Бурсюкова. И всего будет показано 400 рекламных роликов. Это вот лучшее из того, что есть на данный момент в мире рекламы. Плюс несколько вот таких жемчужин в синематеке Жанна-Мари Бурсюкова. Ролики, которые были сняты 100 и даже больше лет назад. И на который очень интересно посмотреть и с образовательной точки зрения, и с развлекательной. И просто для того, чтобы сравнить, далеко ли шагнула реклама за последние 100 лет. Ну, на ваш взгляд, далеко ли она шагнула? И как вы оцениваете рынок региональной рекламы? Ну, в первую очередь, хочу сказать, что, наверное, реклама шагнула недалеко. Потому что вот те образцы старой рекламы, которые мы можем увидеть, они то ли к сожалению, то ли к счастью, в основном нам очень понятны и известны. Это ролики, в которых рекламные ходы, использующиеся, являются и нынешними самыми популярными рекламными ходами. Вот, например, мы покажем ролик 1927 года производства, югославский ролик «Зубной пасты». И вот, когда смотришь на него, да, это черно-белое кино, да, это немое кино. И, ну, понятно, что он, конечно, длится не 30-40 секунд, длится 11 минут. Но, тем не менее, мы видим понятный нам видеоряд, в котором у человека из-за того, что у него некрасивые зубы, есть проблемы. А как только он начинает пользоваться хорошей зубной пастой, у него сразу становится красивая улыбка, и его личные проблемы тоже исчезают. Поэтому хочется сказать, что вроде бы реклама шагнула не очень далеко, но в то же время появилась, конечно, пропасть между тем, что как снималась реклама раньше и как она снимается теперь. Это действительно изысканный монтаж, это великолепные режиссерские находки, и отличная актерская работа, и звезды мирового кино снимаются в рекламе. Таких работ тоже будет много в этом году показано, и на это стоит посмотреть. Ну вот региональная реклама, она не такая изысканная, не столько прилагаются усилий для ее создания, но тем не менее, вы ведь, наверное, отслеживаете, что за рекламу показывают в регионах, ну вот в частности в Воронежской области. Ну вот я хотел сказать как раз самое главное, что среди 400 рекламных роликов, которые будут показаны на ночи пожать рекламы, будет несколько, точнее 8 российских роликов. Из них 6 – это ролики, снятые в разных регионах нашей страны. И это ролики, которые занимают абсолютно достойное место вот в ряду шедевров мировой рекламы. Они совершенно не выбиваются в каком-то там плохом смысле этого слова. Это ролики, которые сняты по совершенно нормальным рекламным законам и канонам, которые абсолютно соответствуют уровню мировой рекламы. Конечно, когда я приезжаю в разные города нашей страны, я всегда включаю телевизор, смотрю, какая идет реклама. Чаще всего это, конечно, ужас. И, к сожалению, к моему большому сожалению, есть города, в которых до сих пор телеканалы не избавились от этой ужасной бегущей строчки внизу экрана. Это, конечно, вчерашний день, но такое еще, к сожалению, встречается. Да, уровень региональной рекламы, наверное, нам бы хотелось, чтобы он был повыше. Но все-таки, мне кажется, это наша претензия обращена к рекламодателям, к тем, кто заказывает рекламные ролики, к тем, кто их в итоге утверждает, ставит свою подпись и от заказов оплачивает их производство. Может быть, рекламодателям стоит потребовательно относиться к самим себе и, наконец, рискнуть и заказать что-нибудь такое этакое, сумасшедшее. Наверное, это ключ к тому, чтобы в скором времени и региональная реклама стала совершенно достойной. Когда приехали в Воронеж, смотрели уже рекламу Воронежскую? Да, да, я смотрел, я видел несколько рекламных роликов. Меня, конечно, смущает то, что в каждом рекламном ролике, который я видел, обязательно есть указание адреса магазина. Причем указан угол двух улиц Ленина и еще там чего-то, вход оттуда-то. Ну, это, конечно, смотрится очень наивно и, мне кажется, это немножко отталкивает зрителей от, не то что от товара, но от рекламы как таковой. А мне бы хотелось, и для этого мы и проводим ночь поджать рекламы, чтобы у нашей публики формировался вкус к хорошей рекламе. Товары это уже само собой, они какими-то там будут, кстати, и не обязательно хорошими. Тут вопрос уже к тому, как их будут рекламировать. Пусть будет больше товаров, хороших и разных, но главное, пусть будет больше хорошей рекламы.